Лекция сегодня. Не менее важно это обработка бополины и обочина рамки. Потому что этот вопрос очень часто волнует практически всех матерей. Сразу подготовлю вас к ситуации, что в настоящее время в роддоме не производится осечение бополины. И когда у вас будут выписывать домой с ребеночком, то может быть ситуация такая, что выписывать могут ребенка еще с неотпавшей бополиной, или может быть она отпадет, но бопочная рамка будет еще не до конца зажитой. Поскольку эта рамка, то за ней все равно требуется какой-либо уход. И что должно, как происходит вообще заживание? Вот этот остаток бополины, он постепенно подсыхает, и будет потихонечку отпадать, пока не отпадет полностью. Ни в коем случае не нужно стимулировать отпадение бополины. Все равно никуда не денется, но остаток бополины обязательно отпадет. Останется бопочная рамка, и постепенно она будет смыкаться, сокращаться. И где-то к третьей неделе жизни бопочная рамка станет такой, форма бока станет такой, как у всех людей. Поэтому нужно ждать окончания третьей недели, чтобы ребенок полностью, когда к этому времени заживает полностью рамка. В идеальных условиях обработка бополины и бопочной рамки не обязательно. Но это в идеальных условиях. Когда нет никакого отделяемого, нет никакого покраснения, все замечательно. Вы купаете малыша, после этого на супа вытираете, и все. Дополнительной обработки никаких не требуется. Но иногда бывает из пупочной рамки какое-либо отделяемое, либо может быть какой-то сукровичный, небольшая жидкость выделяется, либо может быть корочка кровяная, может быть даже капельки крови. Это ничего страшного, это заживает так пупочная рамка. И когда есть такой какой-то отделяемый, то пупочную рамку нужно обязательно обрабатывать. Что для этого потребуется? Можно обрабатывать такими средствами, как спирты. Это может быть бурный спирт или фрустерлиновый спирт. Может потребоваться также перекись водорода. Иногда может потребоваться краситель, или в частности это может быть зеленка. Ну и средства, которые могут помочь в обработке, это вата, либо ватные диски, либо ватные палочки. Не имеет значения, что вам удобно. В первую очередь нужно с остатка пуповины или пупочной рамки убрать содержимое. Нужно смочить вату, или ватные диски, или ватную палочку, каким-либо из этих спиртов и обрабатывать. Если у вас имеется у ребеночка остаток пуповины, то вначале обрабатываясь, вы можете взять за зажим непосредственно остаток пуповины, обрабатываясь за остаток пуповины, а потом уже чистой ваткой другой кожица вокруг пуповины. Если же уже пуповина опала, то в этом случае нужно каким образом обработать? Вот ни в коем случае просто так не обрабатывается, не мажется живот. Потому что нужно именно со дна пупочной рамки убрать все содержимое. Для этого нужно указательным и большим пальцем раздвинуть пупочную рамку, и там внутри убрать все содержимое. После этого, в принципе, можно покрасить пупочную рамку той же зеленкой, но обработка зеленкой абсолютно не обязательно. Кроме того, обращаю ваше внимание, что если вы все-таки решаете пупочную рамку обработать зеленкой, то зеленку обработать нужно только непосредственно пупочной рамки. Кожу на животе вокруг пупочной рамки ни в коем случае замазывать не надо. Ну и относительно памперсов, подвозников, поскольку сейчас используются подвозники, то остаток пуповины или пупочной рамки ни в коем случае до полного заживления не должны находиться под подвозниками. Обязательно верхний край подвозников подворачивать необходимо, либо покупать все подвозники, которые имеют специальный вывес для пуповины и пупочной рамки. Ну и на что внимание обращать, когда у ребеночка пока еще не зажила пупочная рамка? Ну уже с первых недель жизни, значит, ну с самого простого может формироваться пупочная грыжа. Поэтому, что такое пупочная грыжа? Возникает она из-за того, что слабые мышцы живота. Чтобы этого не было, и в принципе уже в первые же дни жизни ребенка, после того, как отпадет пупосатая пуповина, но еще пупочная рамка не зажила, то есть после отпадения пуповины, ребенка выкладывать на животик перед каждым кормлением. И делать массаж передней брюшной стенки по часовой стрелке перед кормлением. Это для профилактики грыжа. Ну и самое страшное, на что обязательно обращать внимание, это воспаление. Как раз чего мамы больше и врачи боятся. Что может быть признаком? Самым первым признаком это как раз покраснение. Покраснение вокруг пупочной рамки на животе или вокруг остатка пуповины. Это самый первый признак. Поэтому закрашивать кожу на животе зеленкой не надо. Потому что если вы силы будете замазывать, то можно будет как раз пропустить воспаление. Ну а для того, чтобы не было воспаления, обрабатывать каждый день после купания малыша на протяжении где-то трех недель до момента, пока не заэпитализироваться и полностью не заживет пупочная рамка. Какие у вас форексы есть? Можно спросить? Да, конечно. Это еще как хорошее средство хлорофилит в качестве обработки. Может быть. То есть оно вообще используется. Тоже классно. Это как ансисептики, если это на препаратах. Вот из больницы выпшут, а еще останется, не отойдет пупочная. Остаток пуповины, да. Купать прям цветы вот штучкой, спущей. Да, можно в ромашке. В ромашке, да. Когда у вас срок? У меня, я не знаю. Я сама жутырник. У меня двое нет. Ага, еще пока рано, да? Я просто приглашаю вас на занятия в следующий четверг, мы как раз коснемся вопросов купания. Вопросов купания как раз мы там разберем с вами, как вы вальдой купать, как купать, как держать малыша, когда использовать круг. Про круг, наверное, тоже все слышали, да? И как с ним можно купать. То есть вот эти вопросы мы разберем с вами в следующем занятии. Как раз там вот тоже слайды, где малыши купаются, купаются с пуповиной, и все нормально. Дело в том, что не нужно бояться, что с водой ребенок может получить какую-то инфекцию или еще что-то. Дело в том, что когда ребенок рождается, у него сразу происходит с базом сосудов. То есть там сосуды, вот в этом остатке пуповины, они уже спазмированы, и никакая, в общем-то, в нормальных условиях, никакая инфекция не должна попасться. Спасибо. Пожалуйста.